Так вот, я продолжу. Мы остановились у агентства, рентхаус, селхаус, где сдают в аренду и продают дома. Девушка, сотрудница этого агентства, решила сопроводить нас, показать нам дом. Дом был отдален от самого пляжа, потому что вот это место, где мы остановились, оно для нас было самое идеальное. Значит, она нас уже повезла туда в конец Жамтьена, вверх еще, ну, в общем, еще минут 10-15 нужно было от того места ехать. В принципе, там неплохой такой поселок был, ну, тоже с домами там двухэтажными, но место нас не очень устроило. Вот раз мы сюда приехали, нам это уже понравилось, и нам надо было уже только здесь. Ну, в принципе, мы готовы были другие варианты рассмотреть, потому что здесь тоже не было никаких предложений. Волей судьбы получилось так, что я пошла, значит, рядом в туалет, там есть общественный туалет за поворотом, и сидела женщина, она просто билетики вот продавала вот эти в туалет, ну, как бы, мы купили у нее этот билет, значит, я сходила обратно, возвращаюсь, и просто с ней стояла девушка, и я у нее спросила, говорю, куда здесь можно еще обратиться, чтобы арендовать дом? Ну, она мне говорит, ну, я могу вам помочь, я говорю, ну, я была бы очень рада, если бы вы мне помогли. Значит, она через несколько минут сбегала, взяла телефон, позвонила кому-то, показала нам рядом, вот прямо был такой огражденный, как, я не знаю, наш, ну, в нашем понятии, наверное, коттеджный поселок. Мы, значит, посмотрели этот дом внешне, потому что на территорию нас не пускали, нас все устроило, естественно, мы за него зацепились. Но было одно но. Она говорит, что вот хозяин сейчас проживает в Бангкоке, то есть ваша, как бы, ну, задача до завтра здесь подождать, и он завтра приедет, вы с ними договоритесь, заключите договор, и, как бы, сможете здесь остаться в этом доме. Но, опять же, нас столько народу, и нам надо было где-то там остановиться на эти сутки, ну, для нас это тоже было проблематично, мы хотели прямо сразу заехать в дом. Но так как других вариантов не было, нам пришлось идти на такой риск. То есть, мы разместились рядом в домах кондоминимум, вот сейчас, когда листаются фотографии, там будет этот дом, я скажу вам, когда он пролистается. Значит, мы остановились в этом кондоминимуме, это просто комната, то есть у нас была двухкомнатная, как бы, квартирка, так сказать, на этаже. На этаже всего было две комнаты, из них вот двухкомнатная и однокомнатная. Значит, часть нас разместилась в двухкомнатной, и часть в однокомнатной. В принципе, это тоже неплохие такие условия, по стоимости были 30 долларов в сутки, но для нас это тоже не подходило, потому что мы хотели все-таки дом, так как мы с детьми, нам не хотелось с колясками там подниматься по лестнице на третий этаж, на второй этаж, то есть, ну, для нас это было все равно проблематично. Вот эти вот, вот они кондоминимумы, как раз room for rent, то есть, вот такие балкончики. И поэтому мы все равно искали дом. Значит, более того, вот эти вот кондоминимумы были заняты на тот период, который нам нужно, то есть, они только на две недели были свободны, а потом уже, как бы, видимо, были забронированы. Поэтому нас это тоже не устраивало, так мы искали на месяц. Ну, на следующий день мы обменялись с девушкой, это телефон, на следующий день я ей позвонила, спросила, во сколько приедет хозяин этого дома, значит, все в порядке, спасибо ей, ничего у нас, никто нас не подвел, подъехал хозяин, ну, он был типичный тайский мужчина, то есть, ну, видимо, бизнесмен или как он, приехал на хорошей машине, то есть, ну, видно, что такой вроде порядочный. Мы зашли в дом, посмотрели, нас все устроило. Сразу скажу, что зашли мы не все, чтобы не смущать его таким количеством людей, зашли мы только, значит, двое взрослых, ну, и с нами, вот, там, трое детей пошли. То есть, мы заключили договор. Значит, что касаемо стоимости. По стоимости мы договорились с ним, что он нам сдаст дом, вот, на этот месяц, 26 ноября по 26 декабря, значит, тысяча долларов. Что касается коммунальных платежей. Коммунальные платежи там исчисляются из потребления воды, потребления электроэнергии. То есть, после того, как ты проживешь, тебе хозяин предъявляет вот этот счет на коммунальные платежи. Сразу скажу, что есть мошенничества, которые вот в этой сфере, которые обманывают людей, допустим, могут попросить там еще там тысячу долларов за коммунальные вот эти все услуги. Но, знаете, что в среднем стоимость коммунальных услуг вот за такой дом стоит где-то 150 долларов. Ну, 150-200 долларов, не больше. Но это, опять же, скажу на 2011 год. Значит, и мы отдали ему еще депозит в размере 1000 долларов. То есть, дом был двухэтажный. В нем было 4 спальни, 3 санузла, большая ливинг-рум, была стиральная машина, был свой двор. Значит, что там еще было? Были балконы из каждой спальни по балкону. Но дом, в общем, он хороший. Ну, мебелирован по-скромному, но все было. Очень удобно. Холодильник, естественно, это все как бы имелось. Охраняемая территория. На охраняемой территории был бассейн, теннисный корт. Ну, и так он достаточно приличный. То есть, на территории еще можно было пройти и посмотреть. Дадавались дома некоторые в аренду. То есть, мы эти телефоны вот сфотографировали, тоже у них у вас есть. Но дальше я расскажу в следующем видео о том, как мы пытаемся сейчас дозвониться по этому телефону и что у нас из этого получается. Значит, договор мы с ним заключили, подписали. Ну, типичный договор. Конечно, английским я не владею настолько хорошо. Я поскольку пробежалась там между строк, посмотрела, цены стоимости проверила, меня все устроило. Он мне отдал свою копию паспорта, я ему отдала свою копию паспорта. Сам он очень плохо говорит по-английски, поэтому вот эта девушка нам помогла перевезти ему. И, собственно, через нее только мы вот так вот и договорились насчет сдачи дома. Вот. В дом мы заехали. Вода там была всегда. Электричество было всегда. Да, у них в ванной стоят водонагреватели. То есть там нет такого, ну, центрального, центральной подачи горячего водоснабжения. Нагреватель, в принципе, тоже достаточно удобная вещь. То есть всегда можно детей вымыть и умыть. И проблем с этим тоже не было. Ну, в общем-то, наверное, вот нам просто в этом случае повезло, потому что мы искали дом до Нового года. И когда вот тоже, если смотреть вот на эти кондоминимумы, там их не было, допустим, вот уже больше там после 26 декабря, потому что они уже были все забронированы. Но я еще раз говорю, что вот, когда занимались мы поисками еще из России, то дома нам предлагали достаточно дорогие. То есть это 4,5 тысячи долларов, там, может быть, 3 тысячи долларов. То есть дешевле этой стоимости нет. Естественно, для нас это было просто идеальным вариантом для такой большой компании. Забегу вперед, что после того, как мы освободили дом 26 декабря, без проблем нам была возвращена вся предоплата. Еще тоже в случае мошенничества я находила в интернете о том, что, возможно, потом начинают люди придираться к тому, что вот здесь вы там сломали мне стул, стол. То есть вот из этого депозита начинают удерживать какие-то суммы. Мы с этим, к счастью, не сталкивались. То есть у нас взяли тысячу долларов, тысячу долларов мы вернули, нам вернули без проблем, без всяких там задержек и так далее. И коммунальные платежи у нас вот составили 150 долларов. Это тоже такая хорошая сумма, поэтому как бы с этим тоже проблем не было. Еще вот упустила один момент по поводу Китая. Вот так как мы летели с детьми, у нас было очень много детского питания. И на границе, когда мы пересекали из Пекина в Бангкок, поехали, полетели на самолете, мы проходили опять контроль. И скажу, что в Китае очень строгий паспортный контроль. Не знаю, как сейчас, но на то время было именно так, что вплоть до того, что нас, меня лично, да, как у меня был ребенку полтора года, заставляли пробовать вот это детское питание открывать, пробовать. Вот, значит, вода в термосе у меня была для того, чтобы развести смесь. И они прямо просили вскрыть вот это все упаковки и попробовать их на то, чтобы, ну, видимо, убедиться, что это все безопасно и безвредно. Вот, поэтому будьте готовы ко всему. В следующем видео я расскажу, что мы делали в Таиланде, куда мы ездили, как нас обманывали, как мы старались избежать этого обмана, болели ли у нас дети или не болели. В общем, смотрите следующее видео. До свидания.